Мир качественного алкоголя Эрли Таймс Олд Эйти Сиксти Как-то так, наверное, если на английском читать Ну или в переводе Старые добрые времена, да, старый 1860-й Собственно, год основания вискокурни Эрли Таймс. Так, ну и перед началом дегустации Возвращаемся из будущего До того, как вы все это посмотрите Исправляя свою небольшую невнимательность По факту Эрли Таймс Олд 1860-й это никакой не бурбон И на этикетке этого Слова даже не указано, что это бурбон На контрэтикетке написано Зерновой виски из кентукки Для меня это всегда был бурбон Поскольку он всегда стоял рядом с джимбимом на полке И слово кентукки И кукуруза в составе Но тем не менее, если вот прям жестко придерживаться Гостов, нормативов каких-то То читаем контрэтикетку В составе есть сахарный колер Хотя в настоящем бурбоне его быть не должно То есть там не приемлются Никакие добавки И не указан процент кукурузы Хотя бурбон это виски из кукурузы И там в настоящем бурбоне кукурузы должно быть не менее 51% Здесь же на контрэтикетке просто кукуруза, рожь, ячмень Ну и теперь продолжим Что касается самого интересного ценника То купил я его за 999 рублей Это бутылочка 0.7 Купил в сетевом магазине Винлаб Ну то есть по ценнику мы понимаем Что это прямо-таки самый такой базовый Самый стартовый бурбон И он дешевле даже чем джимбим с белой этикеткой Который вот такой тоже Самый разрекламированный, самый популярный Там стоит 1200-1400 По обычной цене Этот получается стоит там на 100, на 150, на 200 рублей дешевле Вот в сегодняшнем видео я и хочу ответить на вопрос Можно ли это пить Хуже ли это джимбима Или это плюс-минус то же самое И это все маркетинг И ну не стоит переплачивать, да и так далее И так бурбончик постоял уже Ну минут 10-15 наверно подышал Поэтому все что могло быть здесь хорошего Оно я думаю выветрилось И под такой вот неплохой натюрморт Будем пробовать Типичный бурбонный аромат Спиртуозность не выпирающая Но я не сказал бы что это Настолько же мягко Настолько же супер как ржаные бурбоны Или хотя бы как джимбим дабл оук Да там с двойной выдержкой Просто дубово ванильные вот такие нотки Давайте пробовать Да вполне нормально Яркая такая бурбоновая нотка Без горечи Без лакокрасочного покрытия Без какой-то химии Без стружек дубовых Вполне такой немножко пустоватый Немножко островатый вкус Да Хотелось бы чуть помаслянистее Пожирнее, понасыщеннее Но тем не менее Вот бочка Ваниль Ваниль очень такая выпирающая Обволакивающий вкус Нет спиртуозности Сам бурбон сам по себе не водянистый Но вот такой плотности Округлости все равно не хватает Ну собственно что можно сказать Прям самый вот такой начальный Базовый бурбон Который вполне можно пить чистым Без всяких там коктейлей Тем более без кока-колы Плюс-минус одного и того же уровня Как и джимбим белая этикетка Он попроще чем джимбим дабл оук Который можно найти там за 1400 Всего на 400 рублей дороже Но тем не менее Свой ценник в 1000 рублей за 0,7 Бурбон Ну цену свою отрабатывает Конечно это не ржаной виски Да Здесь нет каких-то ароматических Излишеств таких Которые ты ну просто офигеваешь Никогда в бурбоне не чувствовал Здесь нет во вкусе Каких-то супер ноток И крепости такой обжигающей Интересной разнообразной Вкусовой палитры Как в выдержанных бурбонах Но тем не менее За свою 1000 рублей Я думаю он подарит вам Парочку приятных вечеров За просмотром хорошего фильма Или чтением классной книги Напоминаю что Количество выходящих роликов На этом канале Прямо зависит от вашей активности Чем активнее вы обсуждаете В комментариях Что-то предлагаете Замечания Какие-то свои вкусовые предпочтения Обязательно оценивайте видео Либо лайк Либо дизлайк Ну а пишите тогда Что вам не понравилось Чтобы у меня была возможность Исправиться Ну и до встречи В следующих обзорах Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok